Друзья, привет! Мы все еще в Саритмоле. Зашли в индийский ресторан. Какое здесь интересное утро. Какое здесь красивое, яркое меню. Вот как он называется? Тхаба? Тхаба, да. А вот покажи вообще территорию фудкорта. Да, фудкорт вообще классно. На открытом пространстве и на закрытом тоже есть. В принципе, выбор очень большой. Очень. Сейчас расскажу, что мы взяли два супчика, заказали. Рис, кстати, отдельно. Заказали биряни из ягненка. Не биряни, а мотон какой-то просто ягненок. Да, вот он. Мотон Роган. Это, наверное, единственное, что было не спайси за 1200. Сколько он стоит 1200? 1200, да. Супчики по 600, почему это очень острый. Да, хот-н-су. А у меня томатный, когда были в Индии, я заказывала томатный. Люблю этот суп. Водичка вот литр стоит 250. По ценам озвучиваем. Сейчас покушаем с вами. Индийская еда вкусная. Конечно же, мы просили не острое, но, будьте верены, она будет острая. Ну, покушаем, попробуем, что так здесь готовят, все интересно. Ну, и цены, в принципе, приемлемы. Ну, да, это заведение все, да. На конце счет озвучиваем. Ну, то есть, приятно, что мы зашли сюда. Кондиционеров нигде нет, но здесь как-то чуть по прохладе. На улице уже жарковато. Сейчас 3 часа дня, вещам это 4, и пора уже и поесть. Главное, до 6. Дедик, теперь вы с нами. Ставьте лайки, пишите комменты. Мы начинаем наше обедик. Таша говорит, смотри, какой стол красивый. Обратишь ты внимание. Обращаю. Кстати, поставь назад. Оно на матату похоже. Это же матата. Как маршруточка. Маршруточка на колесах. В смысле все? Да. Маршрутка вот такая. Стол показываю. Стол красивый. Вообще классный. Вообще. Ну, да, такой. Ну, говорю, индийский яркий стиль. Меню яркое. Ну, приятно. Мы еще долго думали, куда и решили сюда. Так что... Смотри, как бочечки сделаны. Как автобусик маленький. Смотри, как бочки. Да, соль, перец сделаны, как бочки. Вот такие вот. Ну, это индийская посудка. Так, а ну. Все, индийская тарелочка. А тарелочки, какой узор, подождите сейчас. Потому что, о, она тяжелая. Уже я поднять не могу. Наталка тоже не может поднять. Сейчас, если приближу по узору сейчас. Вернемся в Индии. Официантка так смотрит, будто я чистоту проверяю. Это, наверное, комплимент. Кстати, еще лепешку заказали. Лепешку за 200. Я люблю, когда не лучка, знаешь, с утра так. На минуточка и вперед. Не лучка, конечно, прилично, Наталка. Можешь начинать. О, так надо взять на салат, не будем тратить. Мы как раз навещали на салат. Как раз на салат собирались продукты в Калифории покупать, но не будем тратиться. А нам принесли соусы, значит, чили, сладкий. Я назвала мент, ментоловый, да? Наталка, будешь соусы пробовать или уже с рисиком? Ты знаешь, после того, как это... Я, конечно, все попробую. Знаешь, как они потом это, вот если я все не съедаю. Они же правда его не выливают, да? Мы просто думаем, что докладывают и приносят другим клеем. Ну, все, может быть. А, кстати, кто в курсе, пишите, нам будет интересно. Знаете ли вы, что они делают в ресторанчике? Знаешь, главное об этом не думать, да? Главное об этом не думать. И главное просто уже пришли покушать, наслаждаемся. Завтра мы все еще в гостях, никакого выезда нет. Так что уже, если пронесет, то пронесет. Очень страшно. Наташа говорит, что ты меня снимаешь? Дай мне еду. Да мне еду, да, чуть-чуть. А, понятно, да. Давай, вот двигаю к тебе еду. Бесплатно. Уже, кстати, салфетками протерли. Просанитаризировали. Кстати, воду наливаешь, и там дно не видно. Чуть не перелила. Наталья, будете ли пробовать вы огурцы, помидоры и лук? Ага, вот так вот, значит. Я буду вам излучить, потому что играет музыка, а в принципе, YouTube может забанить видео. Ага, Наталья лук отложила. Дайте ко мне водичку. Вот такой вот стаканчик. Нелегкий, нелегкий. Это мне нравится. Это панир? Почему панир? Нет, это сыр. Ну, сыр, и там такое еще бывает палак панир. Это шпинат, вот. А сейчас это попробовать. Может быть, похоже, но это минус больше. Знаешь, такой цвет очень яркий. Очень яркий цвет. Очень прикольно. А кто хотела морковку? Ну, смотрите, Наталья получила морковку и ваши лайки. Это палак, я перепутала. Палак панир – это сыр с таким зеленым шпинатом перемеленным. Очень вкусный. И кориан. И популярное блюдо в Индии. И зайчик. Очень хочется кушать. Саньки. Саньки. Так, значит, лепешечка вкуснейшая стоит 200. О, нормальный. Да, нормальный мы вкразили. Это у Наташи супчик, который ход очень горячий. У меня томатный. Сейчас попробует Наташа и попробую я. И расскажем вам наше строгое мнение. Любой супчик стоит 600. А интересно, вегетарианский… Был вегетарианский, но такой, как у тебя, горячий еще, да? Ну да. Вот томатный суп, когда я ела в Индии, я постоянно икала. И потом только в Мерратах я один раз нашла действительно томатный суп. Я не помню, где, что я начала икать. Это действительно был такой же, по такому же рецепту сваренный суп, как в Индии. Вот ты обрати внимание, какие тарелки, что-то прикольно, да, как сделать? Интересно, как сделать. Я всегда икаю, когда очень-очень остро, когда очень остро, это да. Ну, сама суп не было остро, но прикольно. Ну, я сейчас подарю лепешечку. А ну, покажи так. Ну, давай, гуш-гуши посмотрим, что там, что там. А, я что-же показываю. Вот, все. Давайте, кстати. Тут имбирь должен быть, тут все. Тут должно быть все и должно быть очень острое. Ну, горячее. Я сейчас не смогу. Ну, тогда, значит, подождем, пока подосценить чуть-чуть, а вы можете написать в комментах, кстати, любите ли вы острые, острые супчики, острую еду. Что это не острое? Вообще, можете ее есть? Не острое, да? Ну, курс уже. Может, это я пока... Мммм... Потому что девочка спросила про мутона, про... Мы же доказали барашка. Она спросила вам острое. Мы говорим, мы знаем, что вы сделаете острое, но она мне острое. Она посмеялась. Ммм, вкусное, да? Я пока не пойму, на сколько острое, потому что оно бывает догоняет. Вкусно, вкусно реально. А лепешечку возьмешь попробовать? Так что уже просто заставить... А, вот, а тут уже от лома набери. Это баттер? Да, это, знаешь, оно такое тянется, разрывается, хрустит. Это очень вкуснейшая лепешка. Но вообще в Индии много видов лепешек. И все они вкусные. Что я могу сказать? Ну, нан я больше всего люблю. Нан, да, нан. Есть баттер нан, то есть масляная лепешка. Мы взяли есть с чесноком, есть чем-то еще. Так, сейчас я на свой супчик уже буду пробовать. Ммм, теперь на лепешку. Так, помощь. Давай, я тебя... Да, давай. Переводим в камеру. Я буду, я хочу, чтобы ты закончил суп. Да, да, Саньки. Хорошо, да, Саньки. Окей, я. Сейчас не финиш, Саньки. Я вам привезу вашего барана, но пока вы закончите суп. Да, то есть зачем... Вот, только овощей есть. Да, даже в общем, это что. Да, вот. Но все равно все мелко подробленное. Это называется кремовый суп, я это люблю. Такой даже сладковатый, интересный. Ну, видите, я пока не икаю. Ну, по-моему, рано еще икать. Ой, давай вот так вот. Красиво, да, вот эти вот подносики с этими соусами. Обычные я икаю, спи, я у мамят. Это тоже кипяток, да? Суп вкусный, да? Суп вкусный, вообще никаких вопросов нет. Сладковатый томат, такой я вообще люблю. Томатный сок, томатный суп. Хорошо перемененный с овощами. А теперь ты лепешечку возьми. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, не икно. Лепешка офигенная, я так чувствую. Что ее есть? Оставь Наталеньке, да? Я тут за кадром тоже ем. Не могу унести это довольное лицо, которое ест лук и все. остальное. Я уже супчик доела. Наташа попробовала, будет очень вкусный. Thank you. Very tasty. Супчик просто бимбо. Мне очень, я тоже попробовала. Я с лепешкой его ела, Наташа заедает. Кстати, у меня не очень в этом стоит, нормально. Отлично. Все, уже приносят. Вот у нас наш мутончик. И рис, оно дофига-то. Thank you. Ну, надеемся, что беспокойся. Мутончик, ты 1200 стоил. Да, так дорого, да? Да, не, нормальная помощь. А, в принципе, смешает, а будет тебе биряня. А, это 500 стоит рис. Рис стоит 500, один, да. Так что сейчас на тарелочку выкладываем, да? Такой красивый губенец. И будем все попробовать, вам все рассказывать. Ну что, а пробовать наши, так сказать, биряне буду я. Хотя на самом деле это просто мутон приготовленный, но так красиво, красиво. Сделано прям искусно. Так посыпано все. И рис, я уже все насыпала. Ждала, пока Натальенька доест, смешала все. Так, ну-ка. Как раз такая музычка. Ммм, такая, знаете, очень мясо мягкое. Капец. Капец. Вот как-то готовить надо убить, да? Усень, это больше, а оно без посточек. А острая? Острая очень. Оглопая, зачем? Имбирь должен быть. Ммм, ты знаешь, ну, чуть-чуть что-то есть, так он не острый. Я вообще, как бы, к острой не очень хорошо отношусь. Но это нет. Друзья мои, вкусно, реально. Очень мягко. Не знаю, там баран или огненок. Просто мутон супер. Мутон удался на славу. Ну, рис, понятное дело, как бы рис в инде. Это вообще. И сделать рис, это я не знаю. Не быть индусом, не быть индийцем. Класс. Народ я наслаждаюсь. Мясо просто мягкое. Все? Мне можно покушать? Дадим Наталье, конечно, нас покушать. А сейчас, друзья, мы интересны Наталье на мнение. Красивая, так она накладывала. Не успела вам снять. Честно, чуть-чуть есть острое. Чуть-чуть, но как раз вот так, чтобы прогрелать. Да, так что прогрела очень. И захотелось жить. Очень даже, вы знаете. Хорошо. Имбирчик есть, имбирь может быть. Вот, наверное, имбирь, наверное, такой вот. Сейчас, ну, только попробую. И уже доедим. Скажу так, вот это вот для двух людей достаточно. Аромат божественный. Вот это. Вот мы взяли рис и одно блюдо. Ну, после супа для этого одно достаточно. Ну, как, давай, 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 давай. Ну, что сказать? Офигенно, да? Ну, это надо просто попробовать. Офигенно. Мясо просто. Я думаю, что кто-то здесь умеет очень хорошо готовить. Вот это блюдо фантастика. Просто класс. Ну, оно стоит 1200, но таких денег стоит. Ну, сколько это 1200? Да, меньше 1200. Я уже написала в комментах, поэтому люди уже, да, посмотрели, полайкали и согласились. Ну, я сейчас тоже буду приступать. Ну, такое прекрасное кафешка, прекрасный день в Моле. Все очень тепленько, все классно. И вот такая лондонская будочка. Заканчиваем наше видео. Заказали Дхаба чай. Дхаба, это название кафе. Вот этого кафе. Дхаба. Это на самом деле типа масала чай. Кто знает, масала чай, чай со специями, очень вкусные. Видео у нас было на канале. Вот такой чайничек прикольный. В чашечке просто вообще класс. А, я не открою. Ну, давай, ты будешь снимать, я буду открывать. Да. Смейте за пальцы в кадр, если что. Не, не открывай, не открывай, горячее. Не открывай. Так, я поняла тогда. А, я думала, ты себе нальешься. Ты поухаживаешь за мной. Не знаю, это порция или нет, но это стоит 350. 350. Ну, сейчас узнаем. А если я на сахар принесла, значит, он не сладкий. Обычно он должен быть сладкий уже. Обычно просим медиум шубор, да? Кстати, как раз нормально порции на... Наташа не хотела пить. Ну, я уже так наелась. Мясо, роскоши, роскоши. Да, я уже все. Да. А если Наташа уже все, то это уже реально все. О, кстати. Ой, извините, пожалуйста. Нежные нотки с перси. Все-таки должно быть. Ну, это не карак чай, правда же? Ну, пахнет. То есть, масала, реально масала пахнет. Мы, кстати, мы просили карак чай. Да, боже, муская карак чай. У вас есть карак чай, нет масала? Ну, да, мы это и просили. Тебе в голову убили, что он просил масала, и масали карак чай. Горячий. Мушай классный, нежный, и он такой стронг, он без сахара. Но он классный. Впервые пью масала чай без сахара, очень классный. Вкусный? Ну, в принципе, почему бы и нет. Да, специи, этот вот все, вот, замес специи, видишь, было у нас на канале. Оставлю в описании. Имбирь, кардамон, перец. Слушайте, нравится очень. Эта тема тоже нравится. Уже я сейчас засну, мне так хорошо. Уже. Так, ну, покелаем Натаненьке спокойной ночью. Поставим нам лайк, напишем коммент. Спасибо, что были с нами в этом вкусном ресторане. Ну, все, всем пока. Ага, значит, нам сказали, что хотела паншот выпить. Это чтобы приятное изо рта пахло? А, покажи вот там, что есть в этой штучке. А это тут... А, тут... А это вот, это вот дают, кстати. Это, да, это чтобы приятное изо рта пахло и для пищеварения. Давай, Наташ, паншот давай. О, Боже, за что? О, только что ели-то пили чай, как очень вкусный, классный. Так, все-таки добавили сахара. Что за паншот такой? Ну, это не алкогольный, естественно. Что-то молочное с какими-то травами. Для пищеварения, сказали. Очень холодное. Ну, не очень холодное. Будем, давай. Будем. Оп. Ваше здоровье, дорогие наши телеглядачи. Холодненькая. Ммм, холодненькая, как ментоловая, мне кажется. Для такой же, да. Да, что очень интересное. Я так попиваю, очень вкусно. Ну, оп. И теперь изо рта пахнет просто офигенно, да? Она даже боялась, лук есть. Думаю, как я сейчас людям буду подходить. Ну, нормально, вот. Девочка все организовала. Сейчас покажу, кстати, наш счет. Все очень классно, вкусно. Да, мы вам уже цены рассказали. Да-да-да, все правильно. И вместе все стоит 3,700. Как-то так вкусно поели. Все очень даже хорошо. Все, теперь точно, наверное, конец видео уже. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.